МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на ТУВА-24 в студии Алден Казбиян и сегодня в нашем выпуске. Глава ТУВы Владислав Хоулых встретился с выпускниками школ. Федеральный закон о дачной амнистии продлили до 2031 года. Расскажем о дополнительных изменениях. В республике впервые к роскопам приступила тувинская археологическая экспедиция. В спортивном комплексе Субидей проходит первый межрегиональный турнир по тайскому боксу. Сегодня в Доме правительства ТУВы прошла встреча главы республики Владислава Хоулыха с выпускниками школ. Сколько ребят в этом году стали обладателями золотых медалей, рассказывает Аэросад. Позади 11 лет, впереди взрослая жизнь и выбор профессии. В зале правительства чествуют 59 медалистов из разных уголков ТУВы, в числе которых и выпускница 15-го столичного лицея Анастасия Старикова. Она набрала 100 баллов по русскому языку. Хотела бы поблагодарить своих учителей, а в особенности Гутуева, Светлану Абекову, моего первого учителя, Кавито Татьяну Николаевну, привившую мне интерес к химии, Новикова Оксана Николаевна, учителя русского языка, благодаря которому я набрала 100 баллов фига по русскому языку, и Кужугет Багаха Чапаковну, учителю, благодаря поддержке которого я не раз занимала призовые лица на рядах по английскому языку. С приветственным словом выступил глава ТУВы, Владислав Ховылый, выразил особую благодарность преподавателям и родителям выпускников. Многие из вас активно участвовали и поддержали в конкурсах, активно участвовали в общественной жизни, занимались спортом. Очень рад, что скажем, что в школе ТУВы, судя по итогам ЕГЭ, получают свои результаты в этом году. Ученики показали лучшие результаты по химии и физике, общественному знанию. Стало больше ребят, выборщиков на ЕГЭ, информатику. В республике делается многое для создания более качественной образовательности, строить новые школы, приобретающиеся современные обучающие оборудования. В этом году пять учеников по разным предметам получили 100 баллов. Среди них Айдын, Оржак. Ученик 12-й школы рассказывает, что за золотой медалью стоит огромный труд и усердие. Я первый вступал в республике на ЕГЭ по химии. В жизни нет, ничего не возможно. Если ты хочешь, ты сделаешь все, чтобы добиться своего. Я хочу сказать, что я очень радуюсь с собой. При поступлении большое значение имеют результаты ЕГЭ. Нельзя сравнивать данные ЕГЭ этого года и прошлого года, потому что абсолютно разные программы, абсолютно разные подходы к самому ЕГЭ. Поэтому ни в коем случае мы не сравниваем 2021-2022 год. По девятиклассникам ситуацию можно сравнить, потому что дети уже одну программу изучают. И прошлогодние девятиклассники, и выпускники этого года. Здесь, наоборот, у нас радости больше. Есть хорошая тенденция на увеличение количества сдавших на хорошо и выше. Первую школу села Козыл-Можелык в этом году оканчивают 25 выпускников. Есть и золотая медалистка. По сравнению с прошлым годом, конечно, у нас поменьше. В прошлом году было 7 выпускников, которые получили задаты медали. В позапрошлом году 4 медали у нас было. Надеюсь, что в следующем году уже подходят другие ребята, которые действительно у нас будут побольше уже медали. Это говорит, в первую очередь, о том, что идет стабильная работа именно учителей, совместная работа именно с родителями и также с учащимисями. И, конечно, хотелось бы отметить именно трудолюбие самих ребят, которые действительно достойны этой медали. Завершающей нотой мероприятия стала совместная фотография выпускников с главой ТВ Владиславом Ховолыгом. Аэра Сачи Хандонга, Казама Точур, Тува 24. С 1 июля в России вступают в силу федеральный закон по дачной амнистии. В тонкостях постановления разбирался РС Мунгуш. Нововведенная дачная амнистия дает возможность владельца земли зарегистрировать имущество на этой земле в упрощенном порядке. Если на земельном участке ведется личное подсобное или дачное хозяйство, земля используется для жилищного или гаражного строительства, или в ней имеется здание капитального строительства, то гражданин вправе зарегистрировать право собственности на эти объекты недвижимости. Для этого нужно обратиться в администрацию по месту жительства. Основное условие по этому закону – жилое строение должно быть построено до 14 мая 1998 года. При этом могут быть использованы любые документы, которые подтверждают, что этот дом был построен и они живут до 14 мая 1998 года. То есть это могут быть старые технические паспорта, выданные до 1 января 2013 года. Это могут быть какие-то квитанции об оплате за свет, за какие-то коммунальные услуги. Ну и иные документы. То есть перечень документов, он не закрытый. Если есть такие документы, то указанные граждане, например, по городу Козула, они могут обратиться в уполномоченный орган. Это у нас Министерство земельных и имущественных отношений. Он находится на колене на 1Б. В результате владельцы дач по закону смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. При этом права на участки будут распространяться на любые виды разрешенного использования. На особо храняемые территории дачная амнистия распространяться не будет. К ним, как правило, относят земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных, природных и гендрологических парков и ботанических садов. Отменены штампы регистрации. То есть до 29 июня этого года все сделки, например, это договоры аренды, договоры долевого участия, либо если права возникали на основании каких-то сделок, например, договор купли-продажи, дарения, ставили специальные регистрационные штампы. С 29 июня эти штампы отменены. Теперь вся регистрация будет удостоверяться только выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Дачная амнистия будет действовать до 1 марта 2021 года. В Госдуме считают, что новый закон существенно снизит бюрократизм и упростит оформление прав граждан на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки. Археологи Тувы открыли полевой сезон в Чедыхольском районе. В проекте участвуют студенты Тувгу и добровольцы проекта, волонтеры в крае Семи озер. На курганах побывал Сайген Бирбю. Тува – край тысячи курганов, стел, каменных истуканов, древних городич и крепостей. На сегодня обследовано всего лишь 30% памятников истории. Чтобы обследовать все, понадобится не менее века, если не больше. Начало археологических раскопок на территории Чедыхоля – событие, значимое не только для научного сообщества Тувы, но и для самих местных жителей. Это способствует развитию именно в нашей местности туризму, туристическому маршруту. И также, я думаю, что также будет способствовать развитию по экономическому. Открытие археологического лагеря Тейныхунаш прошло в Центре культуры и досуга Сумона Хендерге, вблизи которого и будут проходить раскопки. Данное событие, на мой взгляд, открывает в целом новую страницу в истории туристской науки, в истории археологической науки, гипнографической. Как отмечают ученые, на территории Чедыхольского района по-настоящему серьезной археологической работы не проводилось. При всем богатстве исторических памятников, будь то курганы, петроглифы и другие артефакты. Для туинской науки, для нашего института, это очень значимое событие, можно сказать, эпохальное. Дело в том, что, ну, наверное, если я не побоюсь сказать, после такого великого археолога, как Мануэл Мангуш-Хургулулович, это первая экспедиция туинских, подчеркиваю, туинских археологов, без привлечения, значит, археологов из, значит, других регионов. Экспедиция стала возможна благодаря двум проектам – «Волонтеры в крае семьи озер» и «Время собирать камни», инициированные общественным лидером Чедыхольского района Кангаром Кланулом. Данный проект интересен в том, что он не только чисто научный, археологический, дело в том, что это и волонтерский. Мы будем проводить мастер-классы для молодежи по археологии, а также по этнографии. И будем показывать древние традиции обычаи туинцев. Научным руководителем первой туинской археологической экспедиции назначена молодая, но авторитетная в научной среде ученая-археолог Лариса Чадамба. Мы выбрали объект «Курганы-могильник Часух-1». В составе этого могильника более 40 курганов. И вот один небольшой объект был нами выбран. Мы хотим небольшой, потому что у нас начинаем свою деятельность самостоятельную. И хотим наработать, наверное, опыт. Участники экспедиции с нетерпением ожидают начала работы. Многие на раскопках впервые. Вообще у нас волонтеров, 15 волонтеров, так как этот проект у нас волонтерский, и 16 студентов. Ну, мы рассчитываем 3-2-3 недели. Ну, посмотрим, как получится. Археологический лагерь разбит в живописном местечке Тен-Ихонаш в предгорьях горной гряды Тан-Де-Ула. Лагерь состоит из 18 палаток. Рядом протекает река Элегест. Предусмотрено все. Лаборатория для изучения артефактов, столовая, спортивная площадка и даже баня. Приехал два дня назад. В принципе-то все нормально. Просто я городской, мне непривычно спать, скажем так. Дома там мягкая кроватка, а тут с утра просыпаешься, шею ломит, спина, все такое. В принципе, тут хорошо обустроились. Так-то привычно, нормально. По сравнению, наверное, с другими там, скажем так, лагерями, наверное, тут какие-то райские условия есть. Если для студентов раскопки – это практика и в чем-то школа жизни, то для волонтеров проект является общественно важной вехой своей жизни. Я очень счастлив быть здесь в качестве волонтера, потому что это очень значимое событие для нашей республики и вообще для всего научного сообщества. И здесь, конечно, я не мог пройти мимо. Здесь вообще, в этом районе никогда не производили раскопки. Археологи пока что очень осторожно говорят о раскопках, боясь сглазить удачу. И, как они сами говорят, вскрытие покажет. Сайган-Дербюл, Владимир Сюрту, Казамато-Чуртува, 24, Чедыхольский район. Для любой школы создание современных условий в спортзале – одна из важнейших первоочередных задач, которая служит сохранению здоровья учащихся и дополнительному развитию их спортивного потенциала. Благодаря Фонду развития республики, учащиеся в восьмой школе скоро будут заниматься в новом спортивном зале. В школе номер 8 города Козыла обучается более тысячи детей. Скоро они будут заниматься в новом спортивном зале. Восьмая школа давно строилась и в свое время финансировала мэрия города Козыла. Бюджета у них на постройку этого универсального спортзала, этого зала не хватило. Глава республики нашел спонсора, который пожертвовал Фонд развития республики деньги. И на эти деньги школы будут достраиваться. Определен подрядчик у элита по согласованию с жертвователем и заказчик Фонда развития республики. Постараемся, чтобы к новому году этот спортзал был закончен. Спорт является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье нации. Наконец-то в восьмой школе началось строительство спортивного зала. Жители, учащиеся в правобережном округе, долго ждали этого момента. Я думаю, это очень важный момент для жизни школы, потому что на протяжении многих лет спортзал отсутствовал. Современную школу сложно представить без спортивного зала, адаптированного под командные соревнования, групповые и индивидуальные занятия спортом. Из-за отсутствия спортивного зала занятия физкультурой проводятся в тёплое время года на улице, а зимой на втором и третьем этажах фоэр. Что неудобно и мешает урокам, которые проходят на этих этажах. Наличие спортзала в школе – это гарантия того, что ученики будут расти здоровыми, проявляя интерес как самостоятельным физическим занятиям, так и выполнению обязательных требований обучающей программы. В прямом эфире в социальных сетях нашего канала подвели итоги розыгрыша за подписку на газеты «Тувинская правда» и «Шин». Акция «Подпишись на газеты «Тувинская правда» или «Шин» и «Участвуй в розыгрыше морозильной камеры» проходила с 4 апреля по 20 июня. Постоянные читатели республиканских газет «Тувинская правда» и «Шин» и новые подписчики стали участниками розыгрыша ценных призов. Всего в розыгрыше приняло участие 198 человек. Сотрудники рекламного отдела выезжали в районы и оформляли подписку на наши печатные издания. В топ самых читающих вошли Дзюзнукемчийский, Светхольский, Барангемчийский районы. Спасибо всем нашим участникам розыгрыша. Поздравляем победителей. Подписывайтесь и читайте наши печатные издания. Разыграно всего 16 призов, 5 сертификатов, кафе «Рыбалав», 10 сертификатов на музыкальную программу «От всей души» и главный приз «Морозильная камера». Призеров и победители определяли генератором случайных чисел. В апреле текущего года в отделение почты я пришел, чтобы сделать подписку на газету «Шин» для своей бабушки. Пришел делать подписку, предложил участвовать в акции «Дерево добра», где была возможность выиграть определенный приз. И когда мне сегодня позвонили, сказали, что я стал членом обладателем вот такого замечательного подарка, холодильной камеры, я очень был удивлен и рад. И соответственно подписка была бабушке, ну и холодильный, конечно, тоже достается бабушке. Информацию о своем выигрыше участники акции могут узнать по телефону 2-18-10 или в социальных сетях телеканала Тува-24. Акция по подписке на республиканские газеты «Тувинская правда» и «Шин» ежегодная. В Туве стартовал турнир по тайскому боксу среди стран войлочно-юртных народов Центральной Азии. Какие регионы участвуют и сколько комплектов наград разыгрывают, узнавал РС Монгуш. Столь смелое название – турнир среди войлочно-юртных народов – организаторы выбрали, чтобы в перспективе проводить международные турниры, приглашать спортсменов из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Китая и так далее. Словом, тех, чьи народы проживали вдоль великого шелкового пути. Буквально два года назад тайский бокс был включен в программу Олимпийских игр. И с 1928 года очень большие шансы, что наши участники из республики Тува смогут попасть в Олимпийскую сборную России. На первый турнир прибыли боксеры из Кемеровской области, Красноярского края и Бурятии. Вместе с хозяевами турнира количество участников перевалило за 100. Я, Ярлаков Анатолий, приехал сюда за первым местом. А это сборная команды Бурятии. В Улан-Удэ в марте этого года уже проходил чемпионат страны по тайскому боксу. А значит, у спортсменов имеется опыт встреч с представителями школ тайского бокса других регионов. У нас он уже, в принципе, развился достаточно хорошо. То есть мы уже провели у себя чемпионат России по тайскому боксу. Проводили у себя первенство России среди детей по тайскому боксу. В принципе, у нас уровень уже достаточно хорошо. То есть у нас уже есть и чемпионы России, и призеры России. Настрой хорошо. Бой у меня еще через два дня буквально. Сегодня будет парад открытия. Буду в Айкру танцевать, ритуальный танец. Возрастная категория участников от 12 лет и старше. Спорткомплексы СУБД за три дня турнира разыграют 27 комплектов медалей. Алис Мангуш, Владимир Суртук, Азамат Очур, телеканал ТУВА-24. Это были новости на ТУВА-24. Берегите себя.